всем доброе утро потеряли а вот и я время скажу 904 а у нас как будто вечер реально прям пасмурно пасмурно дождь и показано что весь день будет дождь пипец какой-то а я вчера чуть вчера собачка снимать даже было нечего девчонки вот просто сначала начала это как разговорной тут они стреляла то все и как-то просто ни о чем я так думал скорее всего на сутра снимать пока есть пока есть такая знаете как сказать жилка поснимать так я даже сегодня балкон открыл но который внутри потому что плюс 7 градусов ноябрь и вот раньше не замикас у нас уже в ноябре во всю снег лежал вот кто помнит в сибири в новокузнецке раньше же во всю снег лежал а сейчас вот такая вот погода плюс 7 я вчера знаете думал что сварить мультиварки уже всю голову сломала вообще значит обжаривал колбасу с морковкой вот и просто потом добавила крупу эту гречку но промыла и он добавила и воды и кстати получилось нормально у нас же особо выбора то нету что только тюжи зубу сломала как-то так и прямо на таком мягенько все я счастливочного масла добавила сейчас с собой тоже на кладу возьму пока все с электрикой стоит на месте что у меня тоже там девчонки спрашивали пока ничего не сдвинулось хорошего мастера не могу найти понимаете плохого мастера да можно всегда всегда найти который тебе все тут стену разрушит и все такое я вот этого не хочу делать все-таки чтобы был с этим как его прозванивать хотел сказать металл где ток есть и нету и чтобы уже на определенном месте что-то делать вот а плохого сами знаете это знаете спонтанно все и тут вообще капец будет я вообще сама шутки ладно не будем о грустном светик улетела к пашке вчера в этот в омск так мобилизировал но это работа вот я вчера за нее работала субботу вот получается у меня четыре дня выходных обратно она поедет поездом потому что на самолет обратно цену ого-го она выхватила туда полететь за две с половиной с его родителями вот а у нас у получается обратный звонок позавчера у его жены на работе у одних короче тоже в омск отправляли на мобилизацию вернули ну то есть вот какое-то время побыл короче не отправляем на войну и это вернулись же как будто закончилась мобилизация не знаю как говорят все но я вот честно я не верю микас потом опять чуть начнется надеемся на лучшее чтобы скорее бы уже этот мир было все закончилось как это все надоел конечно живешь как на пороховой бочке это тоже они написали салат еще сделаю из двух видов капусты хотя есть помидоры на мне вот эти вот как его магазины помидоры не особо нравится поэтому поэтому просто лучше будет у меня из двух капусты вот обычно белокочанная и вот эту китайскую листочек отрывает просто режу и оливковое масло и этот соль адыгейскую ну так вот чем нет на канале а когда маньки выбирали пуховик я просто приглядывала какие цены потому что фиг его знает границы закрыты и могут знаете цены там выше крыши но и просто поснимать что потом вот ей показала она уже выбрал дома мне нравится тот и тот вот она написала вот два таких-то сяких но не буду называть слова вот ну нематерно но знаете как сказать мне уже это было не обидно потому что люди не знаю меня пишут а вот такое вот типа все обляпали одежду а ну а как мы обляпали я как но как вы достаешь вот где-то плечико да отодвигаешь и смотришь модель что из чего ну там либо это тонкий на весну дали бы это зимние а как ты будешь вот допустим потом покупать ты же не будешь просто раз и купил блин не трогая тоже какие-то люди странные вообще очень странные или знаете как лишь бы что написать вот обляпали они что там такие сики мне узнать вот эти обидные слова они мне уже не обидные не в том плане что да и внимание не обращая потому что у нас сейчас такая ситуация в мире узнаете там нам там не в плане денег да там написала что там богатые нищие нет вот сейчас такая ситуация вот начнется война вот бомбу кинут ядерную и там уже не важно колхозник ты не колхозник богатый бедный все будут на одном уровне вот реально мне это честно вот что он там написала мне вообще-то как сказать вот по барабану реально сейчас уже не то время чтобы разделять бедные богатые вот или там колхозники не колхозники да вот реально сейчас живем как сказать по мере возможности кто-то деньги до бережут на всякую ерунду не тратит блин потому что ты знаешь что будет мире завтра просто не знаешь и такие вот там всякие слова писать вот у меня не вообще знаете как об стенку горах реально я снимаю свою жизнь ребята у меня не показ мод просто меня не показ мод я снимаю обычную жизнь обычную жизнь обычного человека кому интересно они со мной остаются кому нет а ну ищите другим которые там вот вот всякие вот эти знаете искусственные видео мне вообще вот точно не заходит вот такие вот дела сказала как есть а то типа два колхозника обляпали всю надежду господи меня вообще не тронул но я просто сейчас объясняю что не вот вообще по барабану колхозники мы не колхозники вообще во первых вы колхозников обижаете колхозники они в деревнях и поднимать свои производства вот вообще-то в городе живем в пендрёшем знаете вот в пендрёшем это точно не мой конёк у меня на канале не пока смотрю необычная жизнь если надо некий пуховик то мы присмотрели его я показала ей понравился вот этот какой капа да сейчас по муках активно сейчас майк и адидаса сейчас не найдешь но я имею ввиду спортивный до вот капа я понравился и еще какой то я не помню я уже даже не помню какой назвала вот но выбрать можно на любой кошелек реальная про меня цены удивили в магазине все тему ли вот и народу тьма было и выбрать было есть даже что и даже на себя я посмотрела вот прям обычный как такой типа пальто как на синтепоне вот просто обычные но я уже показывал да там шарф замотал не шарфов дома куча поэтому поэтому вообще даже нормально даже за четыре тысячи можно купить но я не про пуховик а вот про только пальто на такой демисезонье между между вот так так что вот вот такие вот дела не просто игру обычно канала в обычной жизни поэтому в пендрёш такого нету блин где тратить миллионы денег или как мы одеты мы одеты обычно такие дела ребята у нас в магазине уже вовсю новое новогодние игру приспойте я снимала там вообще у нас идут и идут по три машина огромных магазин и даже я так поняла на склады особо даже но не заставляют потому что каждый день все приходы и в зал вывозят а девчонки продавцы не успевают все это выкладывать потому что правда ну вчера уже хоть немножко разгрузили много новогоднего интересного я бы сказала есть что выбрать и так выкладывать прям хорошо девчонки никак попало такие вот дела так че я сейчас пропуста полезного сейчас массы вчера а я даже сама с ней заметила вчера лента прислала даже мне просто бесплатно 100 баллов представляете но ты как 100 рублей я видно уже давно покупая в основном ну как пашка идет покупает и свою карту подает а тут а раньше то мы такие деньги блин там оставляли в ленте ну когда цены были приемлемые вот а сейчас то лента взвинтила ну и так знаете по мере необходимости и даже если что-то по акции да в ленте покупаем я не говорю чтобы со всеми ничего не покупаем но только не такие уже суммы конечно тратим оставлю я уже повторяюсь да не готова то есть я уже знаю цены по магазинам да где дешевле и не готова сумма тро ну деньги тратить то что я могу знаю там в другом месте купить дешевле реально лента с цены взвинтила да она сейчас проводит такие акции заманить покупателей там всякие тоже скидки на определенные товары да вот как кофе было 60 процентов вот ну а есть люди до которые это для чего так цида там допустим на кофе сделано когда человек идет он купит кофе еще что-то вокруг купить за 2 а то 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 и якобы враг но вроде как эта скидка растворяется среди и вроде как нормально вот но есть кто конкретно идет кофе затаривает и все остальное ему не надо за такие цены магазине вот такие дела девчонки и мальчишки так ну все так я себе обед приготовил что пашка вычитал нас еще неделю уже будет минус 11 и вот если допустим такая зима без снега мне тоже это не нравится я помню сколько раз было идешь и тут все всем добрый вечер утреннее видео записывала и камера села еще с вечера думаю подзарядить не подзарядить этого отделения оставался думаю ладно как бы мне хватит на видео ну блин зараза ладно отработали нормально все хорошо у нас сегодня девочки в ночь остались украшать зал столько много подарков всяких причем прикольно такие подарки добротные пришли но для детей детские подарки я имею ввиду вот прям вообще замечательно вот сегодня я начала пить знаете что витамин вот этот d3 он у меня был я когда к врачу ходила как ему по давлению вот я его на время бросила как стать у меня допустим какие-то таблетки не шли для давления положив коридоре я потом уберу он было да вот короче не знала что таблетки короче не шли мне для давления я на время перестала пить по моему я одну даже пластину такую выпила вот и перестала короче принимает думаю пока решу проблему пока мне тогда вот врач назначится терапевт это для давления а потом как бы утихомириться и начну опять пить сегодня я с утра таблетку но для давления выпила кстати вот миста вот эти аж 12 вот такой короче она мне прям вообще подходила прям идеально вот вообще идеально когда я пришла в аптеку их не было и он не посоветовал на замену вот такие вот эти хуже вот эти вот реально хуже как вот их сейчас допью потом я вот и сегодня такие таблетку целую приняла девчонки я прям во первых у меня как будто как усталости нету вот я себя чувствую на легке вот я даже сейчас к вечеру пришла да вот уже сегодня второй день отработала у меня нету такой прямо что устала я почему даже вот вчера видео я записала видео тут аня со мной сидела и что-то как-то на меня сбила с толку и короче получилось что попало и когда начала монтировать у меня почему-то файл как будто ну короче не шел файл я такая блин до трех часов ночи мне короче такая возня была я плюнула пошла спать я не стал это даже видео выгружать и с утра даже мучиться и выложил у меня был этот ролик короткие шорс ну думаю чтобы меня не теряли думаю запишу такое ну она просто прикольно получился нажимаешь на пакет а у тебя высвечиваться медвежья лапа и причем это в реальности у нас сейчас его убрали с ксо с этой сказ самообслуживание эту медвежью лапу вот и она стоила 17 чем-то тысяч медвежья лапа и причем ее никто в живую не видел эту медвежью лапу как-то вот да если со стороны какие-нибудь эти зоологи они бы вообще уже бы тут как тут уже были бы вот и правда легче я сейчас буду их пить по таблетке в день с утра посмотрите по поддержание иммунитета укрепление костей понятно так повышение тонуса снятие усталости вот на данный момент вот прям вот для меня это актуально реально актуальная я прям вот даже к вечеру я такой живчик обычно мало тут не знаю у меня прям бодро стоит можно сказать вот что еще хочу сказать так покойка тут уборку не уборку делать да все таки хорошо когда в доме два или три телевизора три компьютера еще что-то есть блин когда если что-то одно ломается есть такой я говорю да с телевизором у меня тон выключать включать короче какая-то непонятного тот день нормально с ним ничего не случается я вчера подумала что от этого вызывали мастера тоже тогда приставка вот это он посмотрел не типа не от приставки я вчера я пошевелила приставку раз якобы он включился такого значит приставки дело потом пашка сегодня весь день по работе 15 отключается короче он снял с кухни тут меньше конечно телевизор висел пока поставил туда на камин вот и не ну как бы немножко сдвинули вот это к балкону короче но и завтра пока ой завтра выходной потом покажу вот немножко сдвинули чтобы провода не сильно натянутые были потому что это же большой телек у нас стоит на подставке также а он на камин поставил и получается которая провод кабель вот этот чтобы он сильно натянутым не было нам пришлось камин сдвинуть и вместе с телеком короче с большим вот ну ладно это дело мелочи ну и все как бы работает и не отключается а мне еще звонка на работе я готов телек снял я подумал вообще большой телевизор снял с этой с подставки и убрала бы куда-то блин вот я думаю как он бы его это как со поднял же большой да это надо два три чего нет два человека чтобы но один откручет другой держит ну конечно ладно я говорю надо свечку в этом в церкви взять короче посвятить какая-то ерунда пошла на самом деле черная полоса вот реально с техника какая-то еще фигня блин знаете как будто вот срок дается кто же говорил я не помню допустим телевизору 78 лет или там 10 компьютера столько лет или там еще что-то а десять тысяч часов десять тысяч часов вот и тут как будто знаете вот уже подходит определенное время хотя вы знаете раньше телевизор да и 30 и 40 лет работали и ничего с ними не случалось да ну там какой-то малейший ремонт и все дальше работала как бы пока совсем не накроет а тут блин пять шесть семь лет и уже начинается какая-то катавася а стиралки у нас вообще были четыре года я помню четыре года стиралки а наши то взорвалась такой дым пошел тоже какую-то брали она с этими с кнопками с этими до с панелью и короче она в итоге вообще прям все и дым пошел с не представляете вот такие вот дела ладно ребята буду заканчивать час я не знаю что-то готовить не готовить не знаю вот чай буду пить но все мои хорошие спасибо что со мной все всем пока